Максим Джигун с нами на связи, политолог. Максим, здравствуйте, рада вам, как всегда, на Freedom. Доброе утро. Здравствуйте, рад видеть. Исходя из общего заявления, декларации, я бы хотел начать с такой небольшой фразы, которая могла бы, наверное, пройти мимо в целом, но члены Альянса заявили о том, что они готовы воплощать в жизни решение мадридского и вильнюсского саммита НАТО. Напомню, что на мадридском саммите НАТО была утверждена стратегическая концепция обороны самого Альянса, где были даны прямые характеристики, скажу вот таким образом, Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Одна из них является вот здесь и сейчас, грубо говоря, угрозой. Другая Китайская Народная Республика может быть стратегической угрозой. Если очень сильно упростить то заявление, которое было подписано в итоговой стратегической концепции обороны. Как это может быть на практике? Воплощение в жизнь мадридского экономики и непосредственно тех документов, которые были подписаны во время обсуждения даже стратегии безопасности. Тут нужно уже Путину, возможно, беспокоиться в отношении НАТО. Дело в том, что еще в 2022 году было отмечено странами НАТО то, что Россия является главной угрозой для блока и нужно искать пути для того, чтобы минимизировать эти риски от Российской Федерации. В 2023 году мы увидели о решениях, которыми предполагалось увеличение вооружения разных стран, производство разных видов оружия и помощи Украине. В 2024 году мы видим, что создается новая коалиция поддержки Украины каждый год с выделением 40 миллиардов евро. Хотя мы понимаем, что приблизительно такие суммы и выделялись в прошлые годы, но они не были как-то объединены, они не были координированы со стороны НАТО. В этом году появилась платформа, как я понимаю, она придет на замену Рамштайну, который происходил под протекторатом, скажем так, и лидерством Соединенных Штатов. Сегодня НАТО забирает эту роль и мы увидим, что не только от Соединенных Штатов, скажем так, будет зависеть ситуация в Украине. Конечно же, понятно, что все эти шаги были сделаны в момент, когда вообще непонятно является ситуация с следующим президентом Соединенных Штатов, и блок хочет как-то себя убезопасить, да, и создать какие-то инструменты защиты, скажем, интересов блока, интересов Украины в том числе. Но то, что для России за результатами этого саммита НАТО никаких хороших новостей не будет, это факт. В то время, когда Российская Федерация пытается подорвать единство сил внутри альянса и пытается создать условия для того, чтобы, скажем так, создать какие-то проблемы внутри блока и разъединить позиции главных стран, то все-таки мы видим, что единогласными решениями принимаются новые, скажем так, возможности, статуты и модели поведения НАТО по отношению к России и, конечно же, к Китаю и другим авторитарным режимам в мире. Сегодня и Столтенберг, и Байден, и Шольц, и другие лидеры альянса понимают, что это уникальное время, когда, скажем, вызовов для НАТО больше, чем когда-нибудь в прошлом, и нужно объединяться для того, чтобы минимизировать эти угрозы. Но главным все-таки остается вопрос Украины, и очень приятно, что и начинались все разговоры с Украиной. И, впрочем-то, сегодня последний день, когда будут проведены переговоры между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов, мы видим финальный текст коммунике на теме Украины, и будет заканчиваться этот саммит. Конечно же, каких-то глобальных прорывов здесь не произошло, но не все дипломатические усилия, они состоят, скажем так, в публичной плоскости. То есть какие-то договоренности за закрытыми дверьми будут точно по результатам этого события. Максим, а если говорить о том, что уже известно на данный момент, уже достаточно много было сделано заявлений по усилению обороноспособности Украины, каковы сейчас основные, скажем так, ключевые заявления или решения? Ну, началось, скажем так, это событие началось из заявления президента Байдена с другими лидерами свободных государств, где было объявлено о том, что Украина получит 5 новых установок, Патриот и несколько других установок, что в принципе не является какой-то большой новостью, потому что 4 из 5 этих установок уже были анонсированы разными странами, но в то же время, когда в 2023 году мы имели одну-две установки, в этом году наши возможности сильно улучшатся. И, как по мне, это результат, скажем, того порядка дня, который задавала украинская сторона, потому что президент Зеленский, потому что представители военно-политического руководства, они ехали в Вашингтон с конкретной задачей увеличить возможности украинских сил противовоздушной обороны как минимум в два раза, как президент сказал. И мне кажется, что в контексте установок ППО мы точно здесь имеем серьезные прорывы. Конечно же, нельзя забыть о том, что были подписаны, скажем, безопасности, договоренности с некоторыми странами, с Люксембургом, да, была договоренность. Сегодня ожидается на подписание подобного документа из Румынии. И по окончанию этого, скажем, процедуры, уже 23 страны подписали двусторонние договоренности с Украиной. Это, кстати, также один из шагов к тому, чтобы вне зависимости от ситуации, которая будет после выборов в Соединенных Штатах, Украина могла рассчитывать на поддержку от своих главных партнеров. Ну и сегодня мы, скорее всего, увидим вот эту формулировку о мосте между Украиной и НАТО. Я думаю, что там значение, скажем так, этой формулировки не до конца очевидное является, потому что будут разговоры за, скажем так, без прессы и без каких-то других публичных огласок, но то, что будут придуманы инструменты, с помощью которых Украина будет иметь больше возможностей для интеграции с Североатлантическим альянсом. Я думаю, что это также позитивная новость, детали которой мы узнаем, возможно, несколько позже после подписания, но в то же время какие-то дополнительные интеграционные вопросы, они поднимаются. Конечно же, хотелось бы нам, как гражданам, иметь какую-то, знаете, дополнительную информацию по поводу того, что должна сделать Украина, какое домашнее задание исполнить для того, чтобы иметь больше шансов и уверенности в том, что в перспективе ближайших лет мы будем иметь возможности для получения приглашения в НАТО. Но мы этого сейчас, к сожалению, не видим. Но снова-таки говорить, что этих, скажем, заданий не было поставлено, также нельзя. То есть публичная информация точно появится позже, но сейчас главный день сегодня для Украины, как говорили представители украинских медиа в Вашингтоне, потому что много важных встреч и много дополнительных договоренностей может случиться по результатам сегодняшнего дня. Об усилении взаимоотношений со странами Азии в целом, учитывая роль Китайской Народной Республики в целом в войне России против Украины, которая возросла намного, еще напомним, сделаем еще раз на этом акцент, потому что как раз это отдельным пунктом даже прописано в итоговой декларации Североатлантийского альянса по случаю 75-го саммита НАТО. По Вашему мнению, каким образом Североатлантийский альянс, учитывая документ, который появился на сайте НАТО, и в целом те заявления, которые прозвучали, могут усилить своих партнеров в азиатском регионе. Напомню нашим зрителям просто, что Япония не входит в НАТО. В прошлом году Фумио Кишида говорил о том, что в целом у Токио официального нет планов даже по вступлению в альянс, но готовы были открыть офис альянса в одном из городов, в городах Японии. Но ситуация поменялась за год, очень кардинально, скажу так, и в контексте Китайской Народной Республики, и в контексте КНДР. Дело в том, что есть некоторые страны НАТО, которые напрямую говорят о том, что расширять присутствие Североатлантического альянса на восток, в Азию не нужно. И одним из таких, скажем, лидеров Европы, который говорит об этом, скажем, фокусе, является Эммануэль Макрон, который не видит среди лидеров НАТО необходимости усиливать свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, в той же Японии, пытаясь убедить своих коллег в том, что все-таки нужно фокусироваться на вопросах Европы, на вопросах Северной Америки, и помогать в первую очередь здесь. Поэтому приоритеты меняются. С другой стороны, мы понимаем, что открытие офиса в Японии, либо появление каких-то других связей между странами Азии и Североатлантическим альянсом, они бы привели к еще более серьезной конфронтации между Китаем и Западом, в первую очередь Соединенными Штатами. Поэтому здесь более аккуратными заявления являются, и решения со стороны Блока. Но это не исключает необходимости для НАТО продолжать консультации, продолжать взаимодействие с странами Востока, для того, чтобы не терять полностью влияние на тот регион и не иметь, скажем, поддержки в условиях, если Китай все-таки решится на какую-то более активную фазу противостояния со странами Запада. Но также мы видим по результатам этого саммита, что вопросы все-таки европейской усиления безопасности, они являются ключевыми. И то, что страны, например, 20 стран НАТО уже имеют 2% ВВП вливаний в сектор обороны, что было вообще невозможным еще там 10 лет назад, то, что 5 стран приблизительно имеют уже приблизительно 3% этого ВВП на оборону, это все позитивные тенденции, которые говорят о том, что Запад наконец-то просыпается. Он понимает, что пацифистская политика сокращения выплат на вооружение и, скажем так, уничтожения армии европейских стран не является выходом из ситуации, в которой сегодня оказался мир. Помним, как в 2008 году Соединенные Штаты выводили атомное оружие с Великобритании, но сегодня мир оказался уже, скажем так, в преддверии Третьей мировой войны, и пытаться как-то закрывать глаза на реальные угрозы не остается никакой возможности, поэтому увеличение бюджетов на вооружение это то, что нужно и для стран этих, и для Украины, конечно же, потому что все то, что будет новое производиться, оставаться будет в странах НАТО, но старое вооружение целком реально будет отправляться в Украину. Кстати, еще интересный момент состоит в том, что некоторые страны Запада, они поняли, что эти вооружения — это новый сектор экономики, очень сильный и очень мощный. К примеру, между Германией и Италией на прошлой неделе был подписан договор на 20 миллиардов евро о том, что Италия будет закупать в Германии новые вооружения какие-то, и это означает, что есть люди, которые на этом зарабатывают, есть интересы отдельного, скажем так, сектора экономики, есть интересы бюджетов этих стран, потому что вооружение — это дорого, но в то же время это дополнительные возможности для бюджета этих стран, это дополнительные экономические ресурсы, в которых заинтересованы многие на европейском континенте, так само, как и в Северной Америке. Ну и опять же, очень много, так понимаю, заявлений в сторону России и Кремля прозвучало, да, на этом саммите? Что это было? Какой сигнал пытаются сейчас передать в Кремль и способны ли в Кремле его услышать? Ну здесь, как по мне, две тенденции, они несколько противоположные. С одной стороны, мы видим, как Байден в первую очередь пытается показать, что именно он остановил Путина, как он сказал несколько дней в интервью. Он делает громкие заявления о том, что Украина должна остановить Россию. Она остановит Россию против дальнейшего продвигания в европейских странах. И это такой сигнал о том, что Россия даже не должна рассчитывать на то, что будет иметь какие-то большие успехи в Украине, потому что консолидация ресурсов стран НАТО не позволит этому случиться. С другой стороны, мы не увидели каких-то решений, которые бы дали Украине оружие победы, да, не дали тех ресурсов, которые помогли бы нам в ближайшие месяцы, в ближайший год освободить свою территорию своими возможностями, но с западной помощью в виде вооружения и финансов. Не было каких-то громких анонсов, там, самолетов в колоссальных количествах, оружия дальнего радиуса действия, разрешения на удары вглубь России. Кстати, здесь может быть какой-то прорыв, по сведениям отдельных представителей Белого дома. То есть, с одной стороны, НАТО пытается показать Путину, что он не должен рассчитывать на затяжение этой войны и заморозки ее, потому что Запад этому не даст случиться. С другой стороны, пока что каких-то прорывных глобальных решений мы не увидели, но и провала серьезного не было, потому что все-таки и о деньгах поговорили, и взяли на себя обязательства, и в контексте вооружений получили несколько пакетов. Вот последний, сегодня анонсированный от Канады в 500 миллионов долларов. И, в принципе, есть возможность для продолжения обороны, причем обороны в лучшем качестве, чем была в прошлом году, когда Конгресс Соединенных Штатов не голосовал за такую важную для нас помощь 60 миллиардов долларов. Ну и напомним также, что сегодня будет проходить заседание группы Украина-НАТО, и, возможно, те решения, о которых вы говорите, которые пока еще не озвучены, они будут озвучиваться спустя определенное время. По вашингтонскому, по-моему, времени это около 10-12 часов дня непосредственно будет. Ожидается выступление общей пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. И в контексте истребителей есть, напомню нашим зрителям, заявление от США, Нидерландов и Дании о передаче уже сейчас, в том, что F-16 уже направляется в Украину, возможно, когда наши зрители смотрят этот разговор. F-16 уже показали свою эффективность, скажу вот так. Максим, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, всегда вам тут рады. Максим Джигун был с нами на связи, политолог. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok